23 января 1881 года состоялась премьера оперы Петра Ильича Чайковского «Евгения Онегин» на сцене Московского Большого театра. До конца жизни композитора это произведение оставалось одним из самых любимых его творений. Интересно, что первоначально опера заканчивалась хэппи-эндом, Татьяна оказывалась в объятиях Онегина. Публика возмутилась, и Чайковскому пришлось изменить финал. 23 января 1924 года было принято решение построить мавзолей Ленина в Москве. 23 января 1849 года в штате Нью-Йорк впервые диплом врача получила женщина. Это стало важным событием, ведь когда-то лечить могли только представители сильной половины человечества. Первой дипломированной женщиной-врачом стала Элизабет Блэквилл. Элизабет была лучшей на своем курсе и блестяще окончила учебное заведение. В 1857 году, преодолев сопротивление властей и общественности, она основала в Нью-Йорке больницу для женщин, а позже и медицинские курсы при ней. 23 января 1960 года швейцарский инженер Жак Пекар и специалист-подводник Дон Уолш совершили в батискафе Триест предельно возможное глубоководное погружение. Они достигли нижайшей точки мирового океана, так называемой «бездны Челленджера» – почти 11 тысяч метров под уровнем моря. Спуск продолжался 4 часа 48 минут, подъем 3 часа 15 минут. На дне смельчаки пробыли около 20 минут. 23 января 1990 года впервые был осужден хакер. 24-летнего Роберта Морриса, признанного виновным в написании и распространении компьютерного вируса, приговорили к 400 часам общественных работ и обязали выплатить штраф в размере 10 тысяч долларов.